Научно-технический совет технопарка подводит итоги деятельности центра за последний год. Похоже, что результатами ученые и бизнесмены вполне довольны. Технопарк Мордовии вошел в тройку лучших в стране. Рейтинг готовила Ассоциация кластеров и технопарков в России. Наивысший уровень эффективности функционирования – это, похоже, самая приятная оценка деятельности научно-производственного центра. И академики готовы пояснить эту позицию. Восхищением тому, что здесь происходит. Мы сейчас были в той части технопарка, где уже установлены колонны для вытяжки волокон. Там есть кочмассы проблем, но, как мы услышали, они решаются. Ключевые отрасли исследований остались прежними – оптическое волокно, микроэлектроника на Кремнии и световые приборы. Владимир Чебиркин особенно внимательно следит за тем, что происходит с отечественным приборостроением на Кремнии. Сегодня разработаны технологии эпитоксии на карбиты Кремнии, которые реализуются не только внутри страны, но и уже за рубеж. Наш коллективопримитель, который руководит Гелькин, ждет сегодня от технопарка кристаллы с соответствующими параметрами, чтобы на отечественном уже карбит Кремнии делать следующие стадии технологических операций. Сегодня пока делается это на покупных материалов карбит Кремнии. Но в плане стоит университет, который работает, и технопарка, что данные такие пластины, чипы должны появиться в этом году или в начале следующего года. Мордовский госуниверситет – один из ключевых партнеров технопарка региона. Ректор вуза Сергей Вдовин говорит о проекте карбидокремния, который стал самым заметным достижением ученых университета в этом году. Мы научились выращивать Кремнии, и я считаю, что это одно из ключевых достижений резидента технопарка, тех людей, которые работают в лаборатории, которые находятся на площадках технопарка. И мы выходим уже на заключительный этап реализации данного проекта, который позволит нам уже производить Кремнии в промышленных масштабах. Одна из самых интересных презентаций на заседании совета связана с микробиологией. Пока ученые скромничают, но научное сообщество уже готово назвать этот проект революцией в медицине. Презентовать часть будет наш гость, академик Анатолий Иванович Мирошников рассказывает. У нас очень мощные планы создания принципиально нового поколения материалов, которые обладают противобактериальными свойствами. Я не могу все раскрыть. Наша разработка и разработка, допустим, московских коллег, мы это соединяем и получается это новое поколение, новые подходы в лечении инфекций, тяжелых инфекций, желудочно-кишечного тракта, кожных инфекций, которые фактически очень трудно поддаются лечению. Для борьбы с синеглодонной палочкой и так далее, вот эти подходы мы сейчас прикидываем, разрабатываем и думаю, что перспектива будет совершенно потрясающая. Отечественные микробиологи, медики и исследователи уже оценили потенциал этого предложения. И осенью на Всероссийском конгрессе микробиологов, который впервые пройдет в Саранске на базе университета, говорить будут именно об этом прорывном проекте. Приезжает примерно 300-400 человек. Это вся элита России. Благодаря исследованиям технопарка доля инновационной продукции в регионе достигла почти 30%. Таким образом, республика вышла в абсолютные лидеры по доле такой продукции в общем объеме производства. Сейчас резидентами технопарка официально стали больше 100 компаний, в которых работает почти 2000 человек. Если проект модернизации оптиковолоконного завода будет завершен в этом году, то у региона есть все шансы увеличить цифры производства инновационной продукции в два раза. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова